Доброго времени суток, дамы и господа. Вновь поговорим с вами о кросс-платформенной MMORPG-игре Террисленд. Докачался до максимального уровня, поразбирался немножко в некоторых механиках, увидел интересные различные штучки, и мне есть что вам рассказать. Некоторые люди заходят на стрим и спрашивают, вот что на текущий момент вообще делать на максимальном уровне. Сороковой на текущий момент, крестов никаких нет абсолютно. Если мы зайдем в игру, нажмем L, глянем задание, то мы абсолютно ничего не увидим. То, что мы завершили задание сезона, и все на этом. Чем заняться теперь? Как и в любой MMORPG, мы прекрасно знаем, что своего персонажа нужно усиливать. Чем персонаж наш сильнее, тем больше циферок дэмэджа мы можем выдать, тем больше у нас хп-пул, и в целом становится играть приятнее. Помимо обычного усиления персонажа, можно заняться вообще как вариант выполнения достижений. Почему бы и нет? Достижения тут довольно-таки интересные, мы еще поговорим об этом. Можно заняться сбором маунтов, можно как вариант скупить вообще абсолютно весь магазин и задонатить абсолютно на все, что только хочется. На каких-то маунтов, на какие-нибудь сетики. Тут куча различной красоты, это факт. Начнем с достижений, их тут немного, и делятся они всего лишь на 4 пункта. Подземелье, исследование, завоевание и обычное. То есть, что вам по факту интересно, той вкладкой вы можете заняться. Стоит понимать, что подземелья разные имеются, разные сложности. Обычная сложность, элитная и испытания. То есть, пройдя подземелье на разные сложности, мы лутаем разные достижения. И в основном за эти достижения мы получаем опыт боевого пропуска. Боевой пропуск растет, мы получаем там серебряные монетки, золотые монетки, мы лутаем сундучки с эмблемами для прокачки других эмблем. Мы лутаем за достижения всяких маунтов. К примеру, есть достижения, где нам нужно пройти абсолютно все подземелья в режиме испытания. Да, и мы получаем маунта, волк в броне. Платка исследования требует от нас прокачки репутации. До 7-го, до 10-го уровня. В тот момент, когда мы получаем 10-й уровень репутации, мы получаем себе летающее средство передвижения. И нам открывается доступ к полету именно в том регионе, где у нас имеется 10-й уровень репутации. Третья вкладка, завоевание, пвпшное. И в награду тут тоже имеется маунт. Красный волк в броне. Если достигнуть ранг на арене, бриллиант. Четвертая вкладка, обычные достижения. Тут много всего. Пролутай определенное количество очков достижений, получи костюмчики, пообщайся в чате, прап и профу получи транспорт, порыбач, вылови определенные всякие ништячки, поразвлекайся в парке развлечений. Мало того, что получишь опыт боевого пропуска, так еще и получишь специальные монетки. Достижения тут реально важны. Как минимум ты лутаешь опыт боевого пропуска, а как максимум полезных всяких интересных маунтов, которые сложны в получении. Также всякие специальные монетки по типу звездный жетон. Немного о ПВЕ поговорим. Моя сила предмета, мой этом левел, текущий 92. В основном предметы 90-го этом левела, но есть уже предметы некоторые сотого этом левела. Как я правильно понимаю, подземелья нам на текущий момент в принципе вообще не нужны. То есть с элитной сложности мы вылутали предметы 90-го этом левела, и по факту на этом все. Если мы хотим ачивочки, то мы идем в режим испытания. Думаю, я прав. Если нет, то поправьте в комментариях. Касательно рейдов, да, далее мы уже конкретно одеваемся в рейдах. К примеру, если рассмотреть мерфолка короля элитного, то с него уже были вылутаны абсолютно все вещицы. Если рассмотреть дерево, к примеру, обычное, то тут падают вещицы 90-го этом левела. И они в целом-то не дадут, скорее всего, какой-то апгрейд. А вот если глянуть элитную сложность, то тут уже, да, тут уже, конечно, все поинтереснее. То есть предметы на 10 выше по силе предмета по этом левелу просто дают статов побольше, и у них имеются особые способности. И также, как я правильно понимаю, они будут являться сетовыми. Сеты тут тоже имеются, они дают некоторые положительные эффекты, и в целом неплохие. Контент в PvE открывается постепенно. Если глянуть следующего босса, он будет через 3 дня, еще следующий через 6, потом через 9. Если мы глянем в монарх знамения, это рейд, как я правильно понимаю, то первый босс Королева Пауков, пока там вообще она будет доступна через 13 дней, и у нее только элитная и только эпическая сложность. То есть обычной даже вообще не предусмотрено. И ластовый босс, который имеется в этой игре, вот он, он, дракон Скверн. Тоже, да, то есть нужно много-много времени ждать. Также потом можно будет этого Мерфолка Короля убить в эпической сложности, но это вообще только через 22 дня. То есть после закрытия ластового рейда это еще нужно будет ждать. То есть просто поэтапно ходим, одеваемся, гиримся, вытаскиваем те вещицы, которые можем. Если хотим их немножко попробовать, то в тот момент, когда мы проходим, например, элитную сложность, мы лутаем древние медальки, и эти древние медальки можно потратить. Потратить на покупку вещей во вкладке Лавка подземелья, среднее снаряжение. То есть даже на текущий момент нельзя купить нагрудник. По той причине, то что он падает с дерева, а дерево еще не открыто. Нажав на кнопку игровой сценарий в нижнем правом углу, имеются разные ПВЕ активности. И одна из них довольно-таки интересная, это мистическое царство. Тут модификаторы имеются различные, которые меняются. Синие меняются каждые 3 дня, зеленые меняются каждый день, и мы вылутываем различные награды. Этажи открываются также поэтапно. К примеру, на текущий момент открыт только первый этаж. Завтра откроется второй, и подозреваю, там уже будут новые награды. Также мы вылутываем при прохождении этих этажей древние медали. Древние медали можно потратить на покупку вещиц, которые откроются совсем скоро. ПВП завязано на звание, и в тот момент, когда мы повышаем свое звание с помощью наград героя, мы увеличиваем атаку и очки здоровья, а также вылутываем особый бонус. Награда героя — ценный ресурс, и вылутываем мы его только за арену, как я правильно понимаю. В тот момент, когда мы впервые апаем свой ранг на арене, то мы вылутываем определенное количество наград героя. Также имеется награда за рейтинг, но, как я вижу, тут везде дается по 2 штучки. Неважно, топ-10 тысячный ты, или топ-1, любой игрок получит 2 награды героя. То есть, как я правильно понимаю, вперед по званию никто не улетит. Да, награды, конечно, отличаются. Окей. Ты получишь там больше золота, которое по факту можно с помощью аукциона сделать. Также ты получишь маунта. Маунт активен всего лишь 7 дней. Дракон в рунной броне. Красивый, 100%. Сейчас покажу его. Также звания, да, различные. Гладиатор, великий гладиатор. Ну, круто, интересно. Че, если людям нравится пвп, пусть аренят. Если нравится им в определенное время в игру заходить и заниматься такими действиями. Да, арена активна только в определенное время. Полтора часа днем и два с половиной часа вечером. Поля боя довольно-таки интересно представлены в этой игре. То, что в один день одно определенное БГ. То есть, суббота уже будет другое. В воскресенье уже будет другое. Дракон в черной броне. Крутой? Да, крутой, по факту. Вылудить его дорогого стоит. Ежедневные активности. Конечно, куда же без них. В тот момент, когда мы заходим в игру, нам нужно заполнить очки активности. 120 очков активности. Для чего это делается? Сначала мы получаем 10 тысяч серебряных монет. Потом мы получаем 300 очков энергии камня начертания. Это важная штука. Мы развиваем свою ветку. Таким образом, получаем статы. Получаем различные усиления. Вставляем камушки. Которые дают нам какие-либо эффекты. То есть, порошок мы зеленый этот само собой вылутываем. Далее получаем эмблемки. Мы, к примеру, берем эпическую эмблемку. Сжираем зеленые и синие. И таким образом просто прокачиваем нашу эпическую. Таким вот образом. И она немножко улучшилась. До вот восьмого уровня. Дальше мы вылутываем древние медальки. Которые нужны нам для покупки вещей. То есть, к примеру, если нам с босса прокнуло что-то не то, не по нашим статам, то мы можем эти медальки выменять в магазине. И купить нужную нам штучку. Нужный нам предмет. Какую-нибудь броню. Какой-нибудь нагрудник. И, возможно, ральнутся нужные статы. Дальше свиток дается на тысячу репутации. Чем больше репутации мы вылутываем, тем быстрее мы получим полеты. Полеты круто. Хоть и не особо нужно, потому что сокровища уже собраны. Но летать всяко лучше, чем ползать по земле. И также золотые монеты. За золотые монеты мы покупаем реагенты, ресурсы, различные чанты, различные кристаллики, камушки, фласочки. В общем, кучу-кучу всего. Вообще, все операции на аукционе делаются с помощью золотых монет. Боевой пропуск. Сверху бесплатная полоса, снизу платная полоса, донатная. Если имеются финансы, пожалуйста, покупайте. В тот момент, когда приобретете боевой пропуск, вы еще и сетик получите. Сетик сразу показан с целью того, чтобы, так сказать, игрока завлечь. Красивый сет по факту. Много реально красивых сетов тут, глаза разбегаются. Так что как-то так. Мы вылутываем опыт отовсюду. С очиочек, с разных активностей. Продвигаемся потихоньку, вылутываем награды. И награды, конечно, полезны. Это факт. Некоторые люди, которые играют Террисленд, хотят разобраться в игре, смотрят порой в левый верхний угол и видят сколько золота, задаются вопросом. А как? А откуда? У меня там только пару-тройку тысяч, и то я вылутал их с достижений. Я просто-напросто продавал цепи природы и льняные рюкзаки. Профессии по факту дают золото. Покупаем за дешево, продаем за дорого. Вот и весь Gold Farm. Все легко, все просто. Прокачиваем интересующую нас специализацию. Я взял мастера обработки. Реализуем правильно талантики. Талантики, конечно же, подлутываем со всяких разных активностей и таким образом фармим голдишку. На карте мы видим основные наши локации. Также имеется мировой босс, также имеется вторжение тьмы. Само собой, все это делаем, вылутываем различные интересные награды. Также имеется звездный парк развлечений, увеселительное событие, где испытания потребуют немножко IQ. Нужно немножко, будет поднапрячь, конечно, голову в некоторых испытаниях. Видосик с одним из этих испытаний есть у меня на YouTube канале. гляньте обязательно, если у вас там проблемы имеются. Также фестиваль еды сегодня стартанул. Суть ивента в том, что мы вылутываем различные интересные реагенты отовсюду. Немного места занимают, конечно, в сумке, это факт. И после того, как мы соберем абсолютно все реагенты, мы должны при особой температуре сделать себе крафт еды трехранговой, обязательно трехранговой. И эти рецепты, они открываются каждый день. То есть по чуть-чуть просто-напросто кашеварим, крафтим еду трехранговую и делается это с той целью, чтобы открыть сундуки. К примеру, в тот момент, когда мы делаем шашлыки трехранговые, то вот здесь появляется сундук, и его можно с помощью еды просто-напросто взять и открыть. В тот момент, когда мы открываем сундучок, мы вылутываем конфетки. Конфетки можно выменить на различные интересные награды. К примеру, за 250 можно получить питомца Драгорун. Давайте взглянем на него. Драгорун. Вот он, питомец, которого мы лутаем за 250 баджей. Особая анимация у него имеется, и довольно-таки интересный задний вид. Это вафельный рожок, а это все, что в нем было. Окей, окей. Если вам хочется отдохнуть, кайфануть, посмотреть на красивых эльфичек, надеть красивые сеты, то, пожалуйста, скачивайте игру. Ссылочка в описании. И на этом, пожалуй, все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!